Переход в червон и дышло, найти который меня просил полковник Браун, обнаружен. Теперь нужно вернуться обратно. Но вот только на локации у меня осталось одно интересное, незавершённое дело. Не забудьте поставить оценку этому видео. Приятного просмотра. Сейчас мне нужно по заданию возвращаться куда? К Сахарову. Да, но предварительно, пожалуй, я ещё кое-что сделаю. Заходим сюда, попадаем обратно наверх. Благо телепорт не перестал ещё работать. И вроде как надо попытаться запрыгнуть на этот вот маленький... Ага, остров. И в итоге я попадаю куда? Слышь, Колян, а ты помнишь генку утюга, который везде свой нос совал? Да помню, конечно. А чё с ним такое? Да слышал я, что он вообще оборзел. В одиночку спер у технорея учёный действующий прототип экзоскелета. Офигеть, какая ценная штука. Да вот не дочапал он до заказчика. Попался контролёром, так они его как крыса под дудочку. Аккуратно завели к себе в логово где-то в пещеру. Там он поди и сгинул. Ммм, жаль. Такая добыча пропала. Ага. Экзоскелет, значит. Возможно, это намёк мне, чтобы я нашёл этот самый экзоскелет, и я бы нашёл. Только вот от перегруза надо избавиться. Выкидываем автоматы. Ты чё ещё и поумудрился по мне попасть? Причём больно. Кровотечение красное. Поэтому я уже попасть не могу никак. Тут придётся использовать аптечку. В общем, экзоскелет. Экзоскелет мне надо. Если он тем более больше гравий костюма поднимает, то это будет вообще супер сказка. Ну и что у наёмников? Да у наёмников, как всегда, патроны какие-то, жетоны, гранаты. А зараза всё ещё тут. А ну выходи давай. Не хочет. Готов. Больше тут никого нет, я же зачистил это логово. Наёмников. И у него, смотри, рыцарка. Оу, патрончики. КАСПДВ какой-то. Тоже с обвесами, со всеми делами. Опа. Ну, в общем-то, пушка как пушка. Опять-таки, характеристики никак не посмотреть. Так что не знаю, лучше это, не лучше это. Но патронов у меня к этому не особо много, поэтому пока всё-таки скарчик берём в руки. И что по поводу того экзоскелета? Давайте всё-таки подумаем, покумекаем. То, кстати, да, несколько историй-то появилось. Супер костюм. Полностью я их читать не буду. Кому интересно, ставите паузу, читайте. Я лишь посмотрю самое главное. Мы изготовили опытный образец бронекостюма, который помогает излечивать раны. Костюм пропал во время испытаний. В общем, где-то в лесу покойный учёный с костюмом, который способен залечивать раны. Хорошо, запомнили. Где-то возле аномальной какой-то местности. И тут какие-то твари, говорит, похожие на собаку, вообще непонятно кто это. Призрачный шахтёр. Ну, это так, чисто про шахтёра информация. Также вот мужские мечты тут были какие-то. Тоже ничего интересного. О, дед падла. Сало надо перепрятать. Сопля зелёная перепрятал твой хабар неподалёку. Попробуй найти дед падла. Так он же не должен воровать. После первого раза, вот, если он своровал, то всё как бы. О, как тут антуражно, смотри. Здесь должен быть какой-то бармен, торгующий едой. Вон, ух ты. Блин, а чё ж эту локацию-то нигде? Красота. Ладно, хорошо, покидаем наконец-то эту локацию. Наземный путь у нас имеется. Переход находится где? Вот тут. Попутно я бы всё-таки забрал тайничок тут рядом. Не помню, что там конкретно, но лишним не будет. Если, конечно, влезет в карман. А, всё, понял. Нет, мне такое пока не надо. Вот тот самый переход. Дошёл. Прыгаем. Попадаем в лес. Там надо найти ниву, броню похор... Ну, опять-таки, броню как я понесу? Если даже и найду у учёного. Никак. А вообще, здорово, что есть такие байки. Как я уже ранее говорил. Если ты не прочитаешь историю, не пойдёшь искать, то ты никогда и не найдёшь эту броню. А так, перешёл. Значит, где-то нива. Сейчас меня тут должны встретить собаки. А, ну или кабаны. О, отсюда уже видно эту ниву. Садимся в ласточку. Заводим. Поехали. Кстати, можно ли заехать по пути к охотникам и рассказать, что произошло с собакой? Мы находимся с вами тут, недалеко от перехода. Ну что, охотнички? А ну-ка. Нет, нельзя. Представляешь, нельзя рассказать почему-то, что произошло с собакой. Тут у нас зона трансмутации оберегов 1. Может быть, там что смогу себе приготовить? Рука контролёра, излома и электрохимеры кокость. Вот её очень надо где-то найти. На, у меня же нет талисманов. Ну да, в первую очередь надо изготовить себе талисманы. Тут тоже есть зона трансмутации талисманов. Можешь сходить всё-таки? Так, отлично. Пробуем раз. Пробуем два. Да что, эти что ли подбежали? Забираем талисманы, можно покидать это место. Талисман есть, возвращаемся. Вот такой вот он, фиолетовый. Ну, ещё один талисман будет по пути. А для этой зоны талисманов номер 2 у нас нет уже ничего, к сожалению. Номер 1, вернее, зона. Появляюсь тут. Надо просто спокойно догадать машину. Я даже её ещё ни разу не повредил, как видите. В целости, в сохранности. Правда, тут будет у нас зона. Но я всегда буду ходить по зонам номер 3. Вот такие, значит, звёздочки. Раз, два. Получаем. Получаем. Отлично. Просто иногда может не сработать. Бывало пару раз такое. Всё отлично выполнено. Глушим, выходим. Без малейшей царапинки довёз. Хотя вряд ли как-то влияет степень сохранности автомобиля на награду. Но посмотрим. Дед, пропусти. Генерал. Нива с грузом из леса доставлена к воротам вашей базы. Ты не перестаёшь меня удивлять, фотограф. Молочина. Если бы этот груз попал в руки наёмников или дезертиров, у меня были бы большие проблемы. Поэтому держи от меня достойную проделанной тобой работе награду. Модернизированный штурмовой стрелково-гранатомётный комплекс OC-14 Гроза. Плюс патронные гранаты к нему. О, спасибо. Давайте. 5,45-ми он стреляет. О, это моя мечта. Я очень давно хотел такой. Модуль памяти, кстати, это в Х-10. Пока никак. Больше заданий у него нет. Ну и, в принципе, как бы всё. Пушки я ему продавать не буду. Почему-то он лучше на калаш не покупает. Натовский покупает, а калаш нет. Хотя, по сути, он должен предпочтение отдавать именно СНГ, что нам обратно самооружаем. Ну ладно. Я перегружен всё-таки. Давай выбросим что-нибудь. Разгрузился. И сразу идём к Петренко. Он покупает дороже, чем Воронин. Тот за 800 или за 900 рублей брал эту пушку, а тот 1700. Отлично. И всё это мы сможем наторговать. На какую сумму? Но если вот так, то 14 тысяч. Ради 14 тысяч стоило ли так рвать? Не знаю, не знаю. Так, по поводу вот этого автомата странного, который я подобрал. ФАМАС известный. Странное название. У нас есть вот такой СКАР и вот этот ФАМАС. Они стоят одинаково, но в чём разница, понять конкретно нельзя. Причём, боеприпасы, всё вот это одинаково. Единственное, что разное описание, которое не даёт понятия о том, что же лучше по урону. Ну и тут, в принципе, какой-никакой есть прицел. Интересно, кладётся ли пуля точно по центру? А, ну-ка, подожди. Ну тут отдача есть. Ствол подбрасывает вверх. Всё-таки какой-то разброс тоже имеется. В общем, пока я его оставлю себе. Далее что? Ну всё, вот эти все автоматы я не хочу продавать, потому что они уникальные, так или иначе, в своём роде. Хотя, с другой стороны, я же сейчас буду с грозой бегать, да? Да. Ну, ладно. Что ещё? Да, в принципе, всё. Пистолет это кому-то по квесту. Туда-сюда. Разгрузился я в итоге на немного. То есть, целая куча ещё хабара, которые я должен пойти и куда-то там положить. По поводу грозы что? Да ничего, гроза 545, всё как положено. Прицел, всё хорошо. Ну и надо поговорить с нашим дорогим профессором Сахаровым. Здравствуйте, профессор. Ваше задание в червоне дышло выполнено. Отличная работа, как всегда. Я приготовил для вас награду. Это универсальный детектор аномалий. Наша последняя разработка. В основе этого уникального прибора лежат труды вашего знакомого Круглова. И, как я понимаю, ваша заслуга в этом тоже есть. Универсальный детектор позволяет распознавать практически любую аномалию. Он синхронизируется с ПДА владельца и передаёт на него метки аномалий. Для каждой аномалии предусмотрена своя индивидуальная метка. Вот, пользуйтесь на здоровье. Замечательная и полезнейшая штука, профессор. Большое вам спасибо. Выполнено задание. Получаю я улучшенный детектор теперь, да? Свой этот старый я могу убирать. А где? Вот он. И давай, помнишь, чтобы не повторять старых ошибок? Убираем, ставим, сохраняем, пока никаких квестов не взяли и всё. По поводу задания уникальный комбез пока тоже ничего. Ну и вот так, он помелочь опять там часть тела снорка, не снорка. Талисманы продаёт всё так же по бешеным ценам. Ну и тут, в принципе, всё, как я понял. Что дальше? Левшие тиски. Я так и не нашёл в промзоне, надо было искать. Модуль памяти X10. Комбинезон вообще это где искать? В X10 тоже. Старая икона Мёртвый Город. Это основное задание. Полковнику Брауну. Это, да, вот куда идти, к полковнику Брауну. Всё рассказывает, что вот, мол, я всё нашёл. Также пистолет. А кто его заказывал-то для левши? Прочинился, починка будет стоить бешеных денег. Ну а что делать? Броня 14 тысяч. Ствол 273 рубля. В смысле? Я ж её... А, это, наверное, берета. Ладно. Я думал, гроза уже сломалась, только я её в руки взял. Ну и всё, тут тоже. Направляемся прямо сейчас к Брауну. На машине я могу кататься? Да, могу. Я думаю, ничего страшного. Как бы по сюжету она не пригодится больше. Смотри, просто теперь три машины стоит. Ну нет, я не на болото. Я так заехал кое-что проверить. Короче, друзья, я запорол квест с экзоскелетом. Да, да, да. Диалог, который мы послушали у наёмников, должен был иметь продолжение в этом месте. Что я сделал не так? Оказывается, я недослушал, видите ли, диалог. Недослушал разговор наёмников. Хотя они закончили, говорите, я после... Окей, хорошо. Я уже очень много выполнил. Вы думаете, у меня есть какое-то желание переигрывать вообще? У меня ни малейшего желания нет переигрывать. Во-первых, у меня последний сейв, который есть перед такой возможностью, это вернуться к полковнику Брауну. То есть это после того, как я сфоткал эту базу, что сейчас мне нужно идти к раненому тому учёному, поднимать его, идти опять до точки, чтобы он сканировал, по пути этих мутантов мочить. Потом прыгать вообще никакого желания нет. Потом ещё опять не вугнать, переходить, бежать, вот это всё выполнять. Не хочу, абсолютно. Но квест интересный, прикольный. Таких квестов как бы это не типичный квест. Не пойди принеси, не просто послушай и пойди найди. Действительно интересно, действительно это стоит увидеть, и действительно это должно быть на моём канале. Давайте так. Я сейчас пересилю свою лень, ну потому что действительно не очень хочется переигрывать то, что ты уже играл. Но согласитесь, наверное у каждого из вас такие же примерно чувства. Разумеется, я вам всё это заново показывать не буду, как я буду спасать профессора. Я сейчас пересилю вот это своё чувство. Пойду, переиграю, сделаю всё как надо, чтобы этот квест нормально работал. А с вас попрошу всего лишь, если вы ещё этого не сделали, поставить лайк. Большое спасибо, и я направляюсь туда. А нет, я ещё маленько ошибся, на самом деле вернусь к полковнику Брауну, но он уже тут, этот человек. То есть, чуть меньше мне придётся переигрывать. И это здорово. Слышь, Колян, ты помнишь Генку Утюга, который везде свой нос совал? Да помню, конечно. А чё с ним такое? Да слышал я, что он вообще оборзел. В одиночку, спер у технорея учёных, действующий прототип экзоскелета. Офигеть, какая ценная штука. Да вот не до чапал он до заказчика. Попался контролёром, так они его как крыса, под дудочку, аккуратно завели к себе в логово, где-то в пещеру. Там он поди и скинул. Ммм, жаль. Такая добыча пропала. Да ну чё так сразу пропала? К ним можно было бы в гости наведаться. А чтоб за своего приняли, так неплохо бы и костюмчик из шкуры какого-нибудь контрика заиметь. Да вот, на той неделе Васёк бородатый говорил, что его какой-то хмырь предлагал такой загламурный куш. А вчера сам Васёк полёг за куш на полигоне. Да, и где теперь ещё того мандарьера искать? Ну, я догадываюсь, где этого костюмера найти? Вот так. Надо было сделать всё. Ну, маленько я поспешил. Показалось мне, что они закончили свой диалог, однако ж нет. И, кстати, эта пушка КАС ПДВ не уникальная. Пожалуйста, вот их две. То есть, в принципе, как бы да, ну одну разве что. Ну, не знаю, зачем я её себе оставляю. А вот такой есть, кстати. Научный костюм наёмник. Хотя он мне не нужен. Тут на локации, кстати, интересная какая-то аномалия. Прям вообще выглядит необычно. Почему-то столбы все погнутые. Что-то не пойми, что тут вообще происходит. А ну-ка, если я и сюда... То ничего, я не умираю. Чувствую себя прекрасно. Очень странно. В принципе, упущено я наверстал. И вот теперь мы с вами направляемся туда, куда надо. Вооот он, значит. Это тот самый Эракес, который мне сбагрил костюмчик однажды. Который, в принципе, не такой уж и уникальный был. Так, фотографировать его нельзя. Странно. Видимо, я его уже сфотографировал. Что в его глазах отражается, я не понял. А, бор... Ха-ха-ха. Что? Бо-борода? А, я сейчас какой-то сюрреализм чувствую. Как... Что с твоими глазами, дед? У настоящего мужика растет борода не только на щеках и подбородке, но еще и на глазах, что ли? Или как это понять? Смотри, смотри, смотри. Что это такое там? Что у него в глазах, смотри? Там какие-то люди. Это кто? Какой-то чел с Эракезом. Что это такое? Слышишь, дед? Это у него получается три головы. То есть, ну это тоже по голове считается, или как? Ё-моё, ну ты и криповый, конечно, чел. Привет, Кутерье. Вижу бутик, кто еще не прикрыли. Иронизируешь. Неплохо. Вижу, что тебя зона еще не разъела чувство юмора. Но ты ведь не хохметь приперся. Верно говоришь. Походу, нынче в зоне дресс-код в моде. Куда ни пойди, везде одежка требуется особая. Вот мне и нужен такой костюмчик, чтобы я мог в нем за контролера сойти. Своими ушами слышал, что есть у тебя такой. Вот оно что. Да, имеется у меня шкура настоящего контролера. На себя наденешь, так все контры тебя за своего примут. На заказ сделал. Но бродяга этот пропал куда-то. И что важно, роста вы с ним одинакового. Так что не переживай. Товар отличный. Ладно. Как скажешь. И сколько ты хочешь за шкуру? Ну, тебе как постоянному клиенту отдам за 20 штук. Это недорого, поверь мне. Не скажу, что ты щедрый, но особого выбора, как я понял, у меня нет. Держи свои 20 тысяч. Всё. Да, всё. Он продал мне внимание. Шкуру контролера. Снятая с его трупа. Да, ясно? Смотрите. Сейчас выйдем с вами на свет. Посмотрим, как будет выглядеть мой главный герой, одевая эту шкуру. Итак. Вот он я, красавчик. Давай, немножко другой даже вид включим. Вот он. А что я так согнулся, как будто... Не знаю. Живот у меня скрутило. Раз, два, все дела. Одевай мне. Смотри. Ты посмотри на это, чучело, а? Опа. Так это же я, получается. Переодетый в шкуру контролера. Жесть и не менее. Ладно, я ещё и перегружен. А, ну конечно, костюм-то вмещает всего ничего. Посмотри на это, чучело. Он ещё какие-то характеристики, что ли, там даёт? Удар, разрыв, телепатия 100. Понятненько. Перемещаемся обратно. Ну и что? Ну и всё, с этим костюмом мне теперь надо отправляться дальше в логову контролёров. Правда, предварительно, давай всё-таки съездим к полковнику Брауну и поговорим с ним. Приветствую, полковник. С какими известиями я пришёл? Фотограф. Переход в колхоз червоной дышла найден. Путь действительно лежит через аномальный лес. В обход территории Бара и Мёртвого Города. Схема маршрута у меня в ПДА. Ну, это действительно хорошая новость. Молодец. Теперь нужно всё хорошенько спланировать и приступать к активным действиям. Кстати, удалось ли тебе выяснить, что планирует предпринять генерал Воронин? Нет, ничего конкретного о действиях Воронина мне неизвестно. Могу сказать только одно. Как мне показалось, он так же, как и вы, планирует рейд в червоной дышла. И ещё. На территории колхоза заметил скопление наёмников. Причём немалое. Да, ситуация непростая. Что же замышляет Воронин? Почему не идёт на контакт? Почему находит массу поводов, чтобы не участвовать в совместных манёврах? Почему тянет время? Совместно с русским гарнизоном было бы на порядок эффективнее осуществить операцию. Ну да ладно, разберёмся. Как только у меня будут свои сведения, я с тобой свяжусь. Да, вот возьми награду за свою работу. Хорошо, полковник. Пойду пока отдохну. 15 тысяч, лимонка. Ну давай тогда. До встречи. Ну и что сейчас? А где квест на фотокарточке, который я сделал? Мне же их вроде надо было отнести к генералу Смиту, нет? Или я этому их уже отдал? Принести, принести, найти. Найти, найти, принести. Я думаю, что сейчас мне какой-то квест выдастся в итоге. Кто-то меня позовёт к себе. Но по-хорошему, за продолжением квеста экзоскелета надо идти в миротворческий корпус. Благо тут есть такой переход, поэтому идём туда. Если меня сейчас обратно Браун к себе не позовёт. Заодно и посмотрим, дедушка-падла может там будет на фабрике. Вполне вероятно. Тиски левше надо найти на АТП, кстати, где-то здесь. Попугать меня решили? О, а вот эти ски. Принести заказчику обещанное. Много что ли весит? Да, конечно, много. Ну, 4 килограмма. Это то, что надо левше. Два квеста в лабе остались. Икона Мёртвый Город. Зиг снайперский. Дышло, из которого я вышел даже второй раз и забыл про этот зиг. Ну ладно, переход, поехали. Здравствуйте. Я вот подумал, а дед-падла-то не у меня в прошлый раз украл? Походу, у меня. У меня дед-падла украл в баре. У меня же тут была метка, еще одна. 418 предметов там было. Я еще в прошлой серии, типа, о-о-о, 400 предметов. Все? Украл, дед-падла. Значит, его тут не может быть, по идее. Тут на фабрике, как мне и говорили. Типа, вот он тут, посмотри. А вот как теперь быть-то? Ну, вещества ровны. Теперь уже никак не быть. Там моя бричка. Все мои предметы. Все... Там все было просто. А кто-то говорит, что он не ворует в людных местах. Просто то место, это Браун. Зайди ко мне, фотограф. Ну, понятно. Есть важная новость по червон дыши. Так, я знал, что ты меня позовешь. Но сейчас уже подожди. И вот где мне теперь, если он в баре украл? Где мне его искать? Или первый раз мы по-любому сходим? Сейчас сюда, на фабрику. Ну что, я на месте. Тут у нас контролюры, которые мне уже почему-то нейтралы. Тут ребята сидят, отдыхают. И мне бы куда-нибудь что-нибудь спрятать. В принципе, есть тайник рядом. А спрятать меня, потому что как только я одену шкуру контролюра, я буду на перегрузе. Поэтому пока все это убираем сюда. 118 килограмм. Одеваю. Перегруз. Броники убираем. В принципе, все оружие можно убрать, потому что его нельзя будет доставать. Так, все. Отлично. Убрал. Одел шкуру. Включил фонарь. Идем. Итак, F10. Вот он я, красавчик. Фонарь включаем. Иду как будто в штаны наложил. Я вот эту походку сталкерскую обожаю. Вот они, контролюры. По идее, у них какой-то ментальный замок, мне кажется, должен быть. Они должны меня как-то прочитать, мол, там свой и не свой. Но нет абсолютно им по боку. Дверь открывается. Идет дальше, мне нравится. Вот так от третьего лица идти. Что, тут кристаллы тоже? Да, тут кристаллы плодятся. Ну, брать я их не буду. Ага. Здравствуйте. Можно пройти? Ну что вы от меня хотите? Пропил я весь свой хабар. Неделю назад еще пропил. Какие секреты? Не знаю я никаких секретов. А, экзах. В правзоне я ее заныкал. Там рядом мост еще был. Смуглевал. И выиграл в карту новичка. Семь косых. Было дело. Дома две любовницы было. А жена не в курсе до сих пор. И? Дальше-то что? Добей человека. Докажи, что достоин быть с нами. Не понял. Давай сохранимся. Ну, допустим, я пойду по сценарию. Ну и как? Оружие достану. Шухер поднимется. Ну, они сразу становятся врагами. Странно. Вроде выполнил их условия. Добей человека. Докажи, что достоин быть с нами. Но по факту как-то что-то они это взгрустнули. Хм. А было бы здорово, если бы такой был выбор. Либо ты получаешь крутой экзоскелет и идешь за человека. Либо ты открываешь какую-то небольшую линию сюжетную. Играя за контролера. Да. Хотя и в шоке, как они не распознали. Они же чувствуют там мозговые сигнатуры всякие. Они же друг друга читают. Ну ладно. Минус один. Пошел процесс. Опа, 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 опа. Пошел процесс. Ну в общем-то я должен всех их тут перебить. У них с собой только рука. О, а у этого маринованные огурчики были. Зачем контролерам тут маринованные огурчики? Ну не спрашивайте, пожалуйста. Я серьезно не хочу отвечать на этот вопрос. Так. Ну и все. Все логу контролера перебиты ножом. Перезагрузка произошла, но уходить еще рано. Я как бы получил какую-то вроде от него инфу. Сейчас я возьму себе вот это вот чудо. А, я перегружен, серьезно. Ладно. Пойдем вернемся. Соберем лишнее. Возвращаемся к деду пленному. Все еще в костюме контролера. Посмотрим, что он скажет сейчас. Ничего. Слушай, а вот у этого жука у нас, между прочим, какая-то пушка прикольная, а? А, ну давай. Его можно убить, да, или как? А, ну. Серьезно? Вот так вот? Подожди. По-хорошему, мне его надо подранить, но он не роняется. Так, мне укрывать его к сильной. Ну и падать будем? А, так он еще этот упал. Молиться начал. А, а что он пожелтел-то? Подожди, он уже должен раненым упасть. Я что-то вообще не понимаю, что происходит, если честно. Мне нужно его ранить, чтобы забрать его вот этот огнемет. Я не знаю, есть ли возможность это оружие где-то еще взять. Но почему именно ранить? Сейчас поймете. Можно, да, просто его положить, замочить и просто забрать огнемет, но не все так просто. Надо именно ранить. Может, я как-то ножом и сюда ударюсь. Опа. Опа, раненый. В булочку я ему попал. Получаем огнемет Гром абсолютно новый. И далее что? А далее скупаем у него вот эти вот самые снаряды. Выстрел в ВОК-40. Ну, то есть это огнеметные снаряды, которые нужны для того, чтобы вот из этого стрелять чудо. Не знаю, можно ли где-то еще найти такие снаряды. Я их в продаже ни у кого не видел. Я, кстати, сейчас сохранился и перезагрузился. Возможно, очень зря. Потому что он сейчас может умереть. Но, в принципе, он дальше по сюжету не нужен. Вот только ради того, чтобы у него патроны выкупить. Я его ранил. Так, я перезагрузился. Я хочу проверить. Нет, у него новые не появляются патроны. А жаль, дед, жаль. А что тогда? Ну, до встречи. А, я ему не могу аптечку дать? А почему? А если я сниму костюм? Я ему все равно почему-то не могу дать аптечку. До встречи. А как быть-то в этой ситуации? А если я ему выкину ее вот так? Умрет сейчас маленький. Так я почему-то... Я всего лишь перезагрузился, чтобы проверить, не появляется ли у него в продаже опять эти снаряды, чтобы ими закупиться. А, ему теперь нельзя дать аптечку почему-то. Почему-то не могу дать. Ладно, тогда до свидания. Получил инфу, что экзоскелет надо искать в промзоне. Это все одеваем, забираем. Перегруз имеется. Поэтому придется что-то выкинуть. Ну, бандитскую куртку, например. МП-5, вот эту ненужную. Вот эту пушку я не хочу одевать. Но я не знаю даже, что с ней теперь делать. По сути, это как бы, ну, единичный экземпляр, да? Может, где-то можно будет купить снаряды. Я еще не видел нигде. Так, маленько разгрузился. Прямо очень сильно маленько. Дальше что? Дальше надо идти на фабрику. Вообще, я бы хотел опять до деревни съездить. Ну, как вам квест с контролерами? Интересно, ну, конечно, понятно, что это, ну, странно. Контролеры бы сразу поняли, что я это я, что я человек. Но, как бы, не поняли, ладно. Вроде бы я сфоткал еще одного человека. А может быть, я не сфоткал, посмотри. Вот это да, вот он, дружба мой закадычный. Где же ты его видел? Как его теперь кличут? Это Эдик. Тут недалече, на испытательном полигоне, в деревеньке его видел. Он там старший над рассадой. Молодыми сталкерами. Какой-никакой, а начальник? Даже кличку ему не придумали. Эдиком как кликаль, так и кличут. Спасибо тебе, фотограф, что отыскал дружка моего. Я никогда этого не забуду. Возьми этот ремкомплект походный. Пригодится. Смотри, может, еще кого узнаешь? Нет, понятно. То есть, еще кого-то надо им принести. Я теперь на перегрузе. И я теперь на перегрузе из ремкомплекта. Да слушай, это КАСПДВ, давай его выкинем. Я с него не буду играть. Может, ему продать его можно? Пушка эта никакая, не уникальная. Тысяча рублей, нет, нельзя. Денег у него не хватает. Иначе просто выкидываем и пойдем. Ну, сейчас с собой реально, как, не знаю, кто-то хлам. Кучу всякого хлама таскаю. Вот этот Скар тоже, на самом деле, такой себе. Ни о чемный ствол. Что же я с собой-то? Вот это чувство сталкерское, знаете? Это не жадность. Это такое чувство, что, ну, это же уникальный ствол. Он же только один в зоне. Надо же его сохранить в коллекцию. Конечно, Скар, мне кажется, он не уникальный. Но, тем не менее, я его пока не встречал другого. Только один вот. Приехал, пока вижу только лишь корреспондента. Кто он там? Ты что, ты теперь будешь свою игру сеять? Имею кое-что, забирай 10 тысяч за фотоснимки. А, и вот так по 10 штук, типа, я ему должен их отдавать. Ну, все, больше не имею, плюс 20 тысяч. Ну, это как бы, да. Ой, 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 есть зона. А деда падла тут нет на фабрике. Дед падла отсутствует. А я разве не должен там его записку предварительно взять из своего тайника обворованного, чтобы знать, где его искать? Вроде такой же порядок действий, нет? В любом случае, сейчас он у меня своровал в баре, 400 вещей там было. Ну, а теперь едем в промзону. Субтитры создавал DimaTorzok